всем привет с вами канал все про android и сегодняшнем видео я хотел бы уделить внимание скажем так энергосбережению впрочем это касается не столько энергосбережению при работе вашего android смартфона сколько тому времени когда по вашему мнению ваш android смартфон находится в режиме глубокого сна допустим вы зарядили свой android смартфончик положили его и считаете что он спокойно спит а все мы знаем что в режиме сна снижается энергопотребление то есть система операционная android рассчитана на то что в режиме глубокого сна снижается частота процессора и соответственно экономится заряд батареи то есть смартфон не использует батарею на полную мощность снижается частота процессора и вот как найти что же пожирает батарею что не дает вашему смартфону уснуть нам поможет программа wakelock detector программа бесплатная основные функции этой программы вы можете использовать скачал программу из android маркета не покупая ее просто установив на свой android смартфон после первого запуска я бы рекомендовал перейти в настройки поставить галочку на статистику с момента отсоединения зарядив свой android смартфон до ста процентов и оставить его на ночь соответственно сделав предварительно первый пуск запуск программы и утром посмотреть что же не дает уснуть вашему android смартфону в настроечках есть процессорный wakelock будущие программы экраны wakelock есть еще в версии pro kernel wakelock но об этом немножко похоже сейчас мы разберемся в первую очередь с процессорным wakelock всем известно что хорошо оптимизированная прошивка с установленными программами которые действительно грамотно и практически были написаны авторами программы они в режиме сна снижают свое энергопотребление ну то есть практически не работают но если вот какая-то программка все-таки не оптимизирована то она она же начинает пожирать ваш заряд вашей батареи будить ваш android смартфон когда он находится в режиме сна то есть выяснить какие же программы будет процессор ваш в режиме сна вы можете в вкладочке процессорный wakelock посмотреть сейчас у меня собрана статистика за два часа вот буквально я недавно установил программку вот такая вот статистика то есть я рекомендовал бы вам как я уже в начале говорил зарядить и положить на ночь потому что разобраться в том какие программки будили ваш процессор экран будет сложно не думаю что будет у вас возможность запомнить все программки которые вы запускали а собрать статистику именно после сна посмотреть что делал процесс сколько он использовал вашу батарею нажав на вкладочку можно посмотреть что это за программка допустим вы не знаете какой то процесс вот допустим google plus я его даже не запускал но за два часа он уже пытался все таки соединиться и увидите что 9 секунд это за два часа он использовал мой процессор то есть не давал смартфону уснуть это всего за два часа определенно программку можно если она вам не нужно заморозить если сильно она пожирает заряд можно это сделать при помощи встроенных системных функций или же программа titanium backup на моем канале есть видео как заморозить ненужные приложения чтобы не удалять приложение потому что допустим вы не знаете что это за приложение удалите его и начнутся сбои начнется проблемы начнутся с работой вашего android смартфона то есть предварительно если вы не знаете что это за программа или что за процесс будет ваш смартфон или не дает вашему экрану полностью выключиться периодически его подключает вы можете все это сделать при помощи этой программки вот допустим обновление п.о. не будило мой android смартфон хотя у меня включен вай фай но я это приложение питанию не заморозил поскольку прошивочку я уже недавно обновил и она теперь не мешает моему смартфону спать и соответственно не пожирает батареи то есть подкладочка вверху дает возможность оследить что не дает экраном засыпать что будет ваш процессор и посмотреть просто подкладки будущие программы какие программы все-таки запускались и и будили ваш android смартфон еще расскажу что программа очень проста она собирает только статистику что делать программы которая будет ваш android смартфон решать вам можно заморозить можно удалить можно переустановить программку потому что программка которую вы установили и допустим довольно таки часто используете она может давать со временем небольшие сбои поэтому принимать какие меры по отношению программе которая не дает вашему смартфону уснуть это уже решать вам и соответственно в про версии есть подкладочка в расширенных настройках kernel wakelock здесь вы можете посмотреть что какие процессы и какие программы используют ядро вашего android устройства ну скажем так это уже крайний случай если вы не нашли все таки в реальности подкладках экранный процессорные и будущие программы процесс программу которая не дает вашему смартфону уснуть тем самым расходуя его батарею тогда уже можно конечно купить дополнительную функцию и посмотреть если вы уже более-менее разбираетесь в своем android какие же все таки процессы используют ядро вот такая вот на мой взгляд интересная программа которая поможет вам экономить заряд вашего android смартфона спящем режиме вычислить какое же приложение пожирает батарею вашего android смартфона и уже самому конечно вам придется разобраться и соответственно принимать меры по отношению к этому программу к этой программке или соответственно уже к процессу который будет ваш android смартфон еще скажу что данная программка вот подкладочка именно тернул в иглу в расширенной версии поможет вам определить все таки если какой-то софт начинает выделываться скажем так грубо на вашем android смартфоне начинает подтупливать интерфейс то есть программа или сервис какой-то дал сбой и соответственно уже не дает вашем android смартфону спокойно работать постоянно висит памяти забирая соответственно оперативную память и используя не по назначению батареи вашего android смартфона ну на этом в принципе можно заканчивать обзор данной программки еще расскажу что эта программа вам будет нужна если вы заметили что ваш android смартфон в спящем режиме начинает пожирать батарею используя заряд вашей батареи не по назначению то конечно же устанавливайте программку и изучайте вот данный программ не помню говорил я или нет есть в настроечках так по данной программке где вы можете уже детальнее ознакомиться что делает эта программа что такое wait log и все остальное то есть короткий такой факт по программе поэтому хочу сразу сказать что использование данной программы не составит особого труда и еще раз хочу заметить что для работы программы нужен root потому что программа должна получить доступ к системным процессам которые происходят на вашем android смартфоне на этом буду заканчивать подписывайтесь на канал оставляйте комментарии до новых встреч